Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, располагайся поудобнее, расслабься и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Мапасана Сабо. Леону Фонтену Старый кюре пугнил последние слова проповеди над белыми чубцами-крестьянами, хлохматами, припомаженными головами крестьян. Огромные корзины феермиш, пришедших на место издалека, стояли на полу рядом с ней. В тяжелом сною июльского дня от всей этой толпы несло запахом скотины, запахом стада. Крики петухов долетали в открытую дверь вместе с мечанием коров, лежавших на соседнем поле. Временами поток воздуха, напоенный ароматом полей, врывался под портал церкви и с метальным охотом длинной ленты женских чубцов колебал легкое желтое пламя восковых свечей на утаре. «Да будет воля Божья! Амин!» произнес священник. Он умолк, открыл книгу и начал, как делал это каждую неделю, сообщать в своей пастве о разных мелких делах и нужных общин. Гюре был седой старик, ведавший приходом уже почти сорок лет, и проповедь служила ему поводом для более тесного общения с прихожанами. Он продолжал, поручая вашим молитвам до зарыва Лена, который тяжко болен, а также помель, которая все еще не может отправиться от родов. Тут он согнулся и начал искать клочки бумаги, заложенные в трепник, найдя, наконец, два из них, он продолжал. «Не следует парням и девушкам по вечерам гулять на кладбище, а то мне придется обратиться к сторожу. Господин Сезар Амон ищет в служанке честную девушку». Он подумал еще несколько секунд, затем сказал, «Это все, братья, да пребудет с вами благодать отца и сына Святого Дума». И он сошел с кафедры, чтобы закончить место. Когда супруги Малантен вернули в свою хижину, стоявшую на краю деревни Саблиер, по дороге в Фурвиль, отец сухой морщинистый старый крестьянин, сел за стол и сказал, пока жена его снимала с огня котелок, а дочь Аталаида брала из буфета стаканы и тарелки. Она пожал, и неплохо бы поступить к господину Умону, особенно раз он вдов, невестка его не любит, он одинокий и с деньгами, может там послать к нему Аталаиду. Жена поставила на стол котелок, совершенно черный от копоти, сняла с него крышку и принялась раздумывать. А тем временем к потолку, вместо запаха капусты, поднимались клубы и пары. Муж продолжал, «У него деньги есть, это уж я верно знаю, но только тут надо бойкой быть, а в Аталаиде этого не на волос нету, но жена промолвила, можно все же попытать». Я обращаюсь к дочери, глуповатость виду девки, желтоволосой, с толстыми румянами, как яблоки, щеками. Она крикнула, «Слушай, дура, ступай к дяде Аймону, скажи, что хочешь станяться к нему в прислуги и что будешь делать все, что он прикажет». Дочь придурговато ухмылинулась и ничего не ответила. Затем все трое приняли сыну. Минут через десять отец продолжал, «Слушай-ка, дочка, постарайся понять, что я тебе скажу». И он медленно и подробно развил перед нею целый план поведения, противив все ничтожнейшие мелочи, чтобы подготовить ее к победе над этим старым тавцом, не ладивши с семьей. Мать перестала есть и вся обратилась вслух. Она сидела с вилкой в руке и почередно переводила взгляд с мужа на ночь, молчаливо и сосредоточенно, следя за наставлениями. Аталаида сидела неподвижно, с блуждающим, неопределенным взглядом, послушно и тупая. Едва кончился обед, как мать велела ей надеть чипец, и они вместе отправились к господину Сайзару Мону. Он жил в кирпичном флигеле, примыкавшем к хозяйственным строениям, где помещался его фермер. Ведь он уже перестал заниматься хозяйством и жил на ренду. Ему было лет пятьдесят пять. Он был толстый, веселый и ворчлив, как богатый человек. Он смеялся и кричал так, что дрожали стены, пил стаканами водку, сито, и, несмотря на свой возраст, все еще злым былким мужчиной. Он любил гулять по полям, заложив руки за спину, оставляя глубокие следы своих сапов на жирной земле. И наблюдал за всходами хлеба или за цветением. Он сурепится спокойно, неторопливо, глазом любителя, которого теперь все это, хоть и любимое им, уже не касается. Про него говорили. Он ж тупогод. Не каждый день бывает хорошим. Он принял женщин, сидя за столом, навалившись на него животом и допивая кофе. Откинувшись от стола, он спросил, вы зачем? Заговорила мать, вот привела вам дочку нашу, Аталаиду. Сегодня утром Гюрия говорил, что вам нужна служанка. Дядя Омол взглянул на девушку и отрывисто спросил, «А сколько лет этой козе?» «Двадцать один исполнится на святого Михаила, господин Омон. Ладно, кладу ей пятнадцать франков в месяц горчи, буду ждать ее завтра утром, пусть приготовит мне завтрак». И он отпустил их. На другой день Аталаида приступила к исполнению своих обязанностей, юзеркно работала, не говоря ни слова, как дом у родителей. Часов девять утра она мыла окна в кухне, господин Омон окликнул ее, Аталаида. Она прибежала, «Я здесь, сударь!» Как только она предстала перед ним смущенность беспомощно, повисшими красными руками, он объявил, «Слушай-ка, хорошенько, чтобы впредь между нами не было недоразумений. Ты моя служанка и все тут поняла? Мы не будем на ночь стоять рядом свои с собой». «Да, хозяин, каждому свое место, девушка. Тебе кухня, мне зало. Исключая этого, у тебя все будет одинаково со мною». «Согласна?» «Согласна, хозяин, но хорошо, иди работай». И она вернулась к своему делу. В полдень она накрыла хозяину в маленькой зале, оклеенной обоями. А когда суп был на столе, пошла ему доложить «Кушать бота-то, хозяин». Он вошел, сел, оглянулся, развернул салфетку, поколебался с минуту, а затем кормовым голосом рякнул. «Аталоида!» Она прибежала в испуге. Он кричал, словно собирался убить ее. «Черт возьми, а ты, где же твое место?» «Ну, хозяин!» Он продолжал рычать. «Я не могу есть один, черт возьми!» «Садись за стол или убирайся вон, если не желаешь. Тащи себе стакан и тарелку». Не переживая от страха, она принесла еще прибор бармача «Я здесь, хозяин!» и села против него. Тогда он развеселился, чокался, хлопал по столу, рассказывал истории, которые она слушала, пусть их в глаза не смея произнести ни слова. Время от времени она вставала и уходила за хлебом, за сидром, за тарелкой. Когда она принесла кофе и поставила перед ним всего одну чашку, он снова рассердился и проворчал. «Ну, а тебе? Я его совсем не пью, хозяин!» «Почему же ты его совсем не пьешь?» «Потому что совсем его не люблю!» Тут он разразился вновь. «А я не люблю пить кофе один, черт возьми! Если ты не хочешь пить со мною, то сию минуту убирайся вон, черт возьми!» «Неси чашку!» «Да поживее!» Она принесла чашку, опять уселась, отведала черной жидкостью, поморщилась, но под свирепыми взглядом хозяина выпила сеток капли. Затем ей пришлось пропустить одну рюмку водки голым, вторую зоколом и третью мелкой пташечкой. Тогда господин Омон отпустил ее. «Ступай, моя посуду!» «Ты славная девушка!» Тоже повторилась и заведом. Потом она должна была составить ему партию в домино. Наконец он отослал ее спать. «Ступай, ложись!» «Я тоже сейчас лягу!» Она добралась за своей комнатой, до мансарты, под крышей, помолилась, разделась и юркнула под одеяло. Но вдруг она вскочила в испуге, стены сотрясались от мистового крика, от аллахида. Она отворила дверь и ответила, «Я здесь, хозяин!» «Где это здесь?» «Да в постели уже хозяин!» Тогда он заревел, «Сойдешь ли ты или нет?» «Черт возьми!» «Я не могу спать один!» «Черт возьми!» «А если ты не хочешь, так убирай всего!» «Черт возьми!» Тогда она крикнула сверху, в полном испуге, «Сейчас ищу сию минуту, хозяин!» И он услыхал, какие маленькие сабо, надетую на босс ногу, застучали по сосновой лестнице. Когда она дошла до последних ступенек, он взял ее за руку, и как только она сняла и поставила перед дверью свои узкие деревянные пошмаки рядом с огромными сабо хозяина, он втолкнул ее в спальню, в лошадь, «Да поворачивайся, черт возьми!» А она все твердила, сама не понимая своих слов, «Сию минуту, сию минуту, хозяин!» Полгода спустя, когда она как-то в воскресенье пришла навестить родителей, отец любопытством посмотрел на нее и спросил, «А ты не беременна?» Она стояла, тупо поглядывая на свой живот и повторяя, «Нет, не знаю!» Также, чтобы добиться правды, он спросил, «Скажи-ка, не приходилось ли вам как-нибудь вечером ставить свои пошмаки рядом?» «Ах, я их уже в первый вечер поставил, а потом и в другие!» «Так значит, ты брюхата, толстая бочка!» Она расплакала слепича, «Да разве сном?» «Разве сном?» Отец Маванден, поглядывая на нее смышленными глазами и с видом полного удовлетворения, старался поймать ее на основе, он спросил, «Чего это ты не знала?» Она проговорила сквозь слезы, «Разве я знала, что с этого бывают дети?» Пошла мать, муж сказал не сердясь, «А она у нас беременна!» Но жена вспылила, возмутившись по инстинкту и стала во всю глотку поносить рыдавшую девушку, обзывая ее дурой и по тоску. Старик приказал ей замолчать и надевая фуражку, чтобы пойти поговорить о делах с дядюшкой из СССР, он заметил, она оказывается еще глупее, чем я думал. Она и не знала, что делает дуреха. В следующее воскресенье после пробоведи старый гюре сделала оглашение о предстоящей свадьбе господина Анюфра-Зезера-Амона с целестой Атлаидой Малантен. Вот и закончился наш вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok